И напоследок о культуре. В Тель-Авиве на минувшей неделе прошла ярмарка современного искусства под названием «Свежая краска». Десятки ведущих израильских галерей представили работы известных отечественных и зарубежных художников и дизайнеров. Наряду с титулованными живописцами, которые формируют модные тенденции в современном израильском искусстве, свои работы смогли показать и молодые начинающие художники, среди которых немало выходцев из бывшего Советского Союза. На ярмарке побывал и наш корреспондент Лев Капуль. Ярмарка «Свежая краска» – пожалуй, одно из наиболее значимых событий в мире современного израильского искусства. Тель-Авивский порт стал местом ее проведения не случайно. Именно здесь в 1932 году прошла первая в Израиле международная ярмарка. Именно потому что это место отмечено как международная ярмарка, то и впервые на восьмой ярмарке «Свежая краска», «Фрэшпэн», «Цево Тари», как угодно ее называют, представлены и зарубежные мастера, зарубежные художники. Несколько галерей израильских представляют зарубежных мастеров. Их художники из Румынии, из Сенегалы, из Японии, из Греции. Каждый год «Свежая краска» представляет новые проекты ведущих израильских галерей. Здесь можно увидеть и купить как работы художников и дизайнеров, только начинающих свою творческую деятельность, так и произведения известных широкой публике живописцев. Организаторы ярмарки ставят перед собой две основные цели. Первая – привлечь внимание влиятельных владельцев галерей со всего мира к современному израильскому искусству. И вторая, не менее важная – это открыть новые имена и дать путевку в жизнь молодым, начинающим израильским художникам и дизайнерам, которые, кстати, на этой ярмарке могут продавать свои работы напрямую, без посредников. Проект «Теплица» ежегодно открывает миру имена 50 талантливых художников в самом начале их профессиональной карьеры. Молодые люди анонимно присылают свои работы на рассмотрение специальной комиссии в составе 12 человек. Это израильские и зарубежные кураторы выставок, владельцы галерей, критики и коллекционеры искусства. Среди прошедших отборов в этом году стоит обратить внимание на многообещающих русскоязычных художников. Цель этой ярмарки – это знакомство с современным израильским культурным миром, знакомство с галереями, чтобы люди тебя увидели. И поэтому продажа, конечно же, немаловажна. Она дает художнику чувство, что он может продолжать делать какие-то силы. Но это не самое главное – продажа. Конечно же, есть любимые картины, которыми ты просто тяжело расстаешься, потому что ты их любишь по разным причинам. Но, в принципе, тебе доставляет огромное удовольствие посмотреть, что твоя картина действительно продалась и будет радовать какого-то человека дома. Еще один социально значимый проект – секретная открытка. На продажу выставлено более тысячи работ. Здесь и титулованные, и никому неизвестные авторы, даже студенты. Все открытки продаются анонимно и по одной цене. Секрет в том, что только после покупки можно узнать имя художника. Все полученные от продажи средства пойдут на оплату стипендий для особо одаренных учеников из малообеспеченных семей. Ярмарка современного искусства «Свежая краска» уже удостоилась положительной оценки профессионалов и любителей искусства. Посетители говорят, что эта ярмарка лучше, чем та, что была в прошлом году. А в прошлом году говорили, что она лучше, чем та, что была в позапрошлом. Так оно и есть, более концентрировано, все более интересное. Нет никаких ограничений, кроме качества своих работ. Свежая краска не только ярмарка, но еще и серьезное соревнование с серьезным призом. Представители международного аукционного дома «Сотбис» выберут лучшую работу, которая будет выставлена на аукционе искусств в Нью-Йорке. Лев Капуль, Владимир Плотки. Специально для программы «Израиль за неделю». Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы, как обычно, провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале АРТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова